так смотрим значит я один раз рассказывал но я вынужден еще раз рассказать дело в том что что такое учитель учителя слово натаскивает это не хорошее слово учат так учили раньше что а сама программа сама программа обучения такая никаких сослагательных ничего то есть это истина последней инстанции истина все и больше ничего не может быть понимаете это истина и вот а я шел к этому всю жизнь много лет вот и вот значит чуть ли не в детстве читаю и запомнил сюжет про учитель географии бессмертная роман ильфа и петрова вспоминайте вот сумасшедший дом набит в раме мошенниками взяточниками ну который косят от тюремной камеры единственный настоящий сумасшедший без по-настоящему сошел с ума учитель географии он однажды перейдя на урок повесил новую карту начал рассказывать что этот метеорик евразия этот метеорик америка а между ними берингов пролив это святое это одно из главных мировых открытий наши наш беринг почти русский вот а пролива то и нет увидев это а его же научили что он же должен других учить и он сошел с ума этого кстати к слову вот вы же подкройте учебники какой там бога грязная лужа бога я второй раз взял портрет его выставил тарас красавь сергей сергеевич вот статистика когда я понимаю когда тот раз несколько месяцев назад обращался к этой самой елене сергеевне замминистра новому королевой красоты бывший вот понятно ничего не изменилось это было все таки один руководителей министерства науки а он носит министерство образования вот теперь еще не поздно молодой осваивается вот что там время то прошло его значит я ему напоминаю сейчас самое главное это у нас мы живем нищете у нас мало денег деньги идут не туда вас составляет сейчас будут заставлять я вам говорю вот то что на слуху закрывать школы сокращать программы и переходить на те самые дистанционное управление заговорились образование так вот то есть в основном будет так к этому все идет причем институты в первую очередь а вторую очередь там пойдут эти с техникум а потом уже и школы средняя школа и вот значит вас страшная судьба как можно все это исправить к той самой допустим елене сергеевне замениться я говорил вот пожалуйста программа допустим касается биологии учится и работает одновременно понимаете вот а что я вам могу предложить сперва вы должны допустим так по моему среднее специальное образование ваше так ну если ошибся ничего рядом с вами там сидит это самое министерство то значит посмотрите чем занимаются выпускники если окажется что из 198 ничем или никак а такие цифры наверняка будут если вы дадите такое задание куда пошли выпускники они должны работать по специальности так куда они пошли и выясняется что во первых все это бессмысленно и никому и их знания да еще знания такие куция которые ничему ну то есть которые не придя на производство еще куда-то ничего сделать не смогут и не умеют там придется по новому учиться если возьмут а большинство тот же принцип удачно выйти замуж уехать за границу много чего особенно если вот какие-то специфические знания там же не только дураки кто-то же специально учится английский язык или даже китайский вот теперь это первое что пригодилось смотрите и так я вам показываю сейчас вы все так привыкли чтобы по вам во всей стране только один в эти дела вникает и сейчас вы вникните а вдруг это сергей сергеевич посмотрите он уверен что если не подсказать точно ничего не изменится сейчас вы будете старше мы же в основном старше поколение вы забыли чему вас учили вас был урок литературы вот по постарайтесь встать мою шкуру душа имели я право так говорить а имею чем вам показать я лучший ученик школа номер семь города сайногорс города на риска вот у меня была тройка по русскому языку но лучше означал не то что допустим есть золотая медаль а кто-то вызубрил там девушка вот а мне не золотой медали но считали что лучше кличка профессор это раз допустим имею ли право говорить потому что я никогда это не воспринимал я с учителями соплялся все было как меня чтобы это самое со мной не связываться мне отдавали задание я шел в библиотеку и я вместо учителей физико-химия я уроки вел понимаете но это шепот стал потому что я вижу что это не не только а пожалуйста пятерки ставили естественно вот смотрите внимание сейчас вы все поймете как я вот это не могу забыть появился одиннадцатый класс я в одессе не кончал стало настолько хреново и так система стихосложения откуда вот это взялось на экране знаете что орт когда мы все всех детей заперли по домам так значит им в помощь взяли организовали вот эти вот съемки учительницы опытный хороший почерк вот чтобы дети сидя дома мы могли вот это продолжать учебу это программа внимание сейчас вы посмотрите кто-то мы мы-то с вами забыли мы же как закончил школу перекрестился и слава богу и забыл а большинство этого не знали лично я вспомнил только два слова запомнил с детства со школы ямп и хорей я не помню и никогда не не вспомнил меня застрели это самое чем они отличаются ямхари оказывается когда появился единственный класс надо было чем-то заполнять заполнивать этой дурю трехсложная дактиль вот и пример приводится кстати она читает детям это которая не то что не надо которая без вот эту бессмыслицу как хорошо ты море ночное вот амфибрахий этого не знал школе может я поэтому все таки что-то сейчас соображаю стоять это заставили бы мне надо сейчас где-то чтобы запомнить слово амфибрахи его забуду через секунду еще раз 5 3 прошу через минуту вот еще она пест и прошу прок что-то жадно глядишь на дорогу вот смотрите два еще ты смотрим дальше сейчас вот это вот это все она читает слух что система отечественных осложнений а там должны и подозревать то есть естественно никто этого слушать не станет школьники они в это время в этих в телефонах и в этих как-то в гаджетах вот естественно ничего но она этим занимает свое время считается что считается вот сергей сергей считается что обучение продолжается с помощью дистанционного управления дистанционного обучения с помощью данном случае телевидения центральный федеральный канал орт вот дальше и вот писать она читает вот просто писать это откуда мне взялась я лихорадочно схватил этот фотоаппарат и чуть не дрожащими руками быстрее 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 пока она не закончила вот потому что я я со школы ненавижу это система этих осложнений принцип ритмической организации стихотворной речи сил лобическая не кайте запоминайте пригодится стихой будете читать как пушкин предполагает что количество слогов стихотворной строки должно быть строго одинаковым но кстати это легко догадаться принципе то но это еще ладно как увидим у кантемира тоническая остается на размеренном проявлении ударного слога в строке но при этом количество без ударных слогов не важно так слагается акцентный стих моряковский я вынимаю из широких штанин дубликат это я вспоминаю нас заставляли учить но это еще ладно учить а вот это на хрена вот это вот вы что если кто-то вот это узнает что количество без ударных слогов не важно вот сразу научиться как маяковские стихи читать или наоборот я вынимаю из широких штанин но обычно предполагают люди другое шутку вот не паспорт но это ладно потому что другого ради только ради этого маяковского то и читали чтобы поиздеваться и похихикать понимаете вот для чего вот прочитал я стих я вынимаю широких штанин я что после этого про прочитал бы по-другому то есть уже по-другому ритм был бы другой я зачем вот это разобрать вот это стихотворение к тебе или майковского зачем что она дала ведь это заставляет детей учить что это не всего специально вызывает тошноту от изучение русской классики знаете почему нас классики отучили догадываетесь были на я море сарая разбойник как у славного города чернигово нагдано тут силы много множества скажите мне пожалуйста вот это зачем было разбирать что русского не знаю мы не знаем кто такой или амурамиц почему не сказать или амурамиц в почитать стихи и с выражением сказать или амурамиц национальный герой соловей разбойник или сотворяет там эту значит монгольская там это нашествие так далее вот дошли до чернигова вот чернигов центр можно считать той руси вот и можно было хотя бы сказать плащи рославны вот там самоотверженность наших русских где и женщин кто об этом знает вот вы знаете для меня что было очень важно я сейчас разговорился бы я не могу по-другому меня еще будет куча этих вебинаров у вас тоже я школе 5 6 класс где-то в это время примерно мы учили из древнюю историю и почему-то наша история мы были первым государством это тогда в европе первое по цивилизации а у нас считается это древняя русь так вот понимаете когда научился уважать как священнослужение вот не могу я не хоть сколько можно вас это отвлекать от садоводства ну я хочу чтобы это было не только в одной школе там научит это самое с кугарева детей как должна проходить история например сейчас уже я не про это вот это дурь понятно уже дальше можно не смотреть для этого прочитайте трех слух медленно как у славного города чернигова зачем звуковая схема будет такая-то первая строка из 13 слогов и вот представляете дадут ребенку другую были ну и он должен посчитать сколько там слогов и должно быть три ударных и нас это не были на а если 10 без ударных зачем вот это дурь а сейчас про историю я таких случаях никогда без памятный но вот это я никогда не забывал готовимся к гуликовской битве благословляет значит церковь нашего князя и дает ему дают ему в охрану двух монахов конечно самых сильных конечно воинов конечно которые мечом владеют они с тех пор должны были я раньше говорил о слябе национальный герой вот пересвет национальный герой на улицу выйдите спросите кто у нас национальный герой если мы не будем гордиться посуде как надо гордиться я бы рассказывал тот потом начали грязью мешать не было никакой куликовской битвы не могут найти там мечей которая там земле этих самых стрел так железо поднимали каждую стрелу вы что следов не осталось это ладно и так начинается битва вот ослябе охраняет князя и он остался жив князь пусть израненные весе это самое самое бессознание но он остался жив ослябе погиб защищает князя монах с мечом а пересвет все решалось от того от первого начала битвы с той стороны значит огромный монгол естественно опытнейший воин они сколько прошли эти войны а с этой стороны опять монах пересвет с копьем они сшиблись так все решала победа многом определялась если этот победит монгол это ура и в атаку ай а и тут же это руки опустятся монголы сильнее ты вот когда они сшиблись монгол был тут же убит копьем а наш пересвет будучи смертельно раненым с копьем в груди доскакал до своих потом там упал там умер но крички кричали ура наши мы сильнее вы представляете это это роль двух монахов вот вот что-то надо это самое а литература что вместо вот этого дебильного вот этого зачем она все это ведь понимаете это женщина девушка она за делает совершенно занимается ненужной бесполезной работой отнимая силы нервы у детей им же потом придется все это повторять и сама наша не понимает что она учит детей теряя в жизни тоже нервы зачем все это вот вся наша жизнь бессмысленно становится вот так чему говорю а представляем что вместо вот этого она придя в класс берет этого же самого тех кого вспоминали да ладно майковский там это самое не очень так стихи обычно девушки больше любит но есть еще эффект вот а мальчики а у нас когда-то будет 10 один склад раздельный это сергей сергей и пускай на это там где будут мальчики они они будут читать это самое такого самого лермонтова читая которого вот где вы девочки бы краснели когда эти самые хотя сейчас ее трудно заставить краснеть вот для них лермонтов с его этим юношескими стихами знаете на какую тему вот а девочкам про любовь но это уже после раздельное питание в общем а пока вместе учится приходит учительница и берет книгу стихов которые сама любит если сама любит 45 минут будет читать 45 минут кому не интересно пусть дремлет пусть я там это а кому интересно но это то зачем видите куда меня занесло сергей сергей школу надо переделывать вот а почему нужно раздельно 10 11 так чтобы это большинство девочкам ради ваш ваша десинусы косинусы логарифма и вообще даром не нужны выйдите на улицу устроить это как называется опрос все поймете что все это такая и и вот я в отчаянии написал бедные дети зачем время деньги нервы здоровья и недоросли на всю жизнь они же не развиваются вот с этим вот они не развиваются они тупеют почему у нас есть институты мозга почему они не знают что нельзя забивать мозги насильно запоминать то чего не нужно никогда ведь инстинкты срабатывают когда когда беда когда голодный вот этому учить то надо чтобы не было голодных и не было беды это то зачем они же недоросли на всю жизнь пример это сколько а потом знаете что здесь получается они и всю жизнь вот с помощью вот этой вот программы обучение делали не дебилами ну недоросли обхору слова подобрал до месяц назад центральное телевидение это ужас какой-то когда иди это самое автобус загорелся выскочили слава богу все живы вот два областных города далеко и там и там дикий мороз мимо проезжали сотни машин никто не подобрал люди замерзали с детьми прямом смысле замерзали стояли на обочине кучка и замерзали 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 сотни машин а потом интервью брали машины были пустые полупустых полно вы знаете откуда это и не только потому что они не знают кто у нас национальный герой их уже эти детей памперсника их уже не поднимешь в атаку это бесполезно но они же не последнее поколение кого-то еще можно спасти пусть начнем 6 6 6 леток семилеток вы понимаете что творится потом их что думаете они уже были на грани замерзания остановился и подобрал офицером частник министерства ситуации он молодец да ну и он присягу принимал он должен был подобрать но он был не рабочее время как его хвалили как его хвалили эти эти требовали спасенные замерзшие люди требовали его наградить кстати я за свою жизнь подбирал женщин детей стариков всех подряд морозов дождь его поргу в эту самую как называется еще в жару несколько тысяч раз то есть не было случаях я проехал мимо вот естественно без спасибо нет то есть за спасибо когда мне ссували насильные деньги и тут же останавливался первый ребенок на улице верил на возьми 50 100 рублей просто отдавал тут же для меня это было унижение вот а как это сделать чтобы уже следующее это поколение уже она уже им 30 40 лет те кто за рулем те кто принято не спасал людей замерзших упали вот этой кучка людей десятку ли они на всю жизнь теперь поняли что все это самое что вся каждый человек сволочь за что и и и